Здравоохранение Пинска В 2023 году на первое рабочее место прибыло 42 молодых специалиста, 19 врачей и 23 средних медработника, 33 врача-интерна. Общая мощность стационарных подразделений 1514 коек, из них 143 койки в сельских структурных подразделениях, в том числе 98 коек сестринского ухода. Общая мощность амбулаторно-поликлинических подразделений 4005 посещений в смену, многопрофильную помощь сельскому населению оказывает передвижной медицинский комплекс. Свою эффективность в ранней диагностике, лечении, профилактике заболеваемости, оказании высокотехнологичной помощи жителям Полесского региона доказали 15 специализированных межрайонных центров. Учреждения здравоохранения обеспечены высокотехнологичным оборудованием. Это магнитно-резонансный томограф, два компьютерных томографа, ангиограф, мамограф. Это позволяет высококвалифицированным специалистам осваивать и внедрять новейшие технологии и хирургические вмешательства. Врачами-ортопедами-травматологами Пинской центральной больницы проводятся операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. За 2023 выполнено 340 оперативных вмешательств. Без малого 700 жителей региона нуждаются в эндопротезировании крупных суставов, которые будут прооперированы в плановом порядке. В центральной больнице круглосуточно начал работать ангиографический кабинет. Работа в трехсменном круглосуточном режиме обеспечивает безотлагательную помощь плановым и экстренным пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями и шимической болезнью, острыми инфарктами миокарда. Только в течение 2023 года в ангиографическом кабинете лечение и обследование прошли более 1200 пациентов региона, а в декабре жительницы района с ишемическим инсультом выполнена первая операция тромбоэкстракции из левой среднемозговой артерии с частичной реканализацией артерии. Сделан еще один шаг в освоении безопасного для пациента метода, а значит, расширяется круг заболеваний, которые сегодня подвластны пинским эндоваскулярным хирургам. Здравоохранение города, как и все Брещины, получает приоритет в социально-экономическом развитии. На нужды здравоохранения региона в 2023 году выделено почти 137 миллионов, темп роста 115%. Неуклонно, систематически идет укрепление материально-технической базы. Только за 2023 год приобретено более 300 единиц медицинского и прочего оборудования, автотранспорта на общую сумму более 5 миллионов 600 тысяч рублей. Парк автомобилей медучреждений пополнился новыми, получено 11 специализированных и 5 легковых автомобилей. На станцию переливания крови закуплено более 20 единиц лабораторного оборудования на сумму более 200 тысяч рублей, что позволило внедрить новые исследования методом полимерной цепной реакции и гарантировать инфекционную безопасность донорской крови. На модернизации, реконструкции и ремонте учреждений здравоохранения из разных источников финансирования освоено более 39 миллионов рублей. Масштабные мероприятия, реализованные в 2023 по программе социально-экономического развития города Пинска на 2021-2025 годы. Завершена реконструкция онкологического диспансера. Введен в строй инфекционный корпус, первая очередь реконструкции зданий Пинской центральной больницы. В стадии завершения вторая и третья очереди. Полным ходом ведутся работы на третьей и четвертой очередях. За 2023 год на эти цели освоено более 24 миллионов рублей. Выполнены работы по замене двух лифтов. До конца года планируется завершение капитального ремонта здания детской больницы. Выделено 15 миллионов рублей. Благодаря средствам в сумме более полутора миллионов рублей проведены капитальные косметические ремонты в сельских учреждениях здравоохранения. Работы выполнены на 39 фельдшерско-акушерских пунктах, двух амбулаториях, врача общей практики и частично в участковых больницах. 2024 год стал серьезным испытанием для здравоохранения Пинщины ввиду ремонта центральной детской больниц. Персоналу за короткое время пришлось переместиться на другие площади и работать в стесненных условиях. Но помощь всегда остается квалифицированной, доступной и своевременной. И вместе со словами признательности и благодарности пациентов, многие работники здравоохранения города отмечены наградами разного достоинства. Почетного звания «Человек года» удостоен заведующий нейрохирургическим отделением Пинской центральной больницы хирург первой квалификационной категории Александр Позняков. За достижение в социально-экономическом развитии и активное участие в решении проблем города на городскую доску почета занесены филиалы, станция переливания крови, специализированный дом ребенка и станция скорой помощи. Особый почет и уважение заведующему вторым терапевтическим отделением Пинской стоматологической поликлиники Доноти Тышковец. Ей вручен нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». 40-летие отметило реанимационное отделение Пинской центральной больницы. Через отделение проходит от 7 до 8,5% всех пролеченных в стационаре пациентов, а это ежегодно более 26-28 тысяч человек. Государственные социальные стандарты в сфере здравоохранения по Пинскому региону за 2023 год выполнены. Главным итогом стало улучшение демографической ситуации. Несмотря на отрицательный естественный прирост населения, снижается как общая смертность городского и сельского населения, так и трудоспособного. Имеется незначительная тенденция к стабилизации рождаемости. По данным ЗАГС, в Пинском регионе родилось 1329 детей. Здравоохранение Пинска сегодня делает уверенные шаги по укреплению материально-технической базы, повышению квалификации кадров, внедрению современных методов диагностики и лечения, оказания необходимой, доступной и качественной медицинской помощи. 2024 год ставит перед медициной еще более важные и сложные задачи. Их выполнение станет делом чести всех, кто взял на себя ответственность за здоровье и жизнь жителей всего Полесского региона, за умение разделить и облегчить боль, вернуть радость и смысл жизни, низкий до земли поклон людям в белых халатах и пожелания сил, здоровья и радости на многие лета.